Каждой маме предстоит заботиться о своем здоровье, а когда в доме появляется ребенок, еще и о здоровье ребенка. Конечно, это очень волнительно, тем более, если ребенок заболевает, но если вы подготовитесь к этому вопросу заранее и соберете правильно домашнюю аптечку, то вы будете во всеоружии. Сегодня в этом видео я хочу рассказать, как правильно собрать домашнюю аптечку, что точно должно быть в ней и как она должна храниться. Я очень часто слышу фразу «ты врач, тебе повезло, ты все знаешь», но на самом деле это абсолютно не так. Я также переживаю, нервничаю, испытываю стресс, когда болеет мой ребенок. Но у меня есть набор систематизированных знаний, которые помогают мне действовать в ситуациях, когда ребенок заболел. И именно ими я хочу сегодня с вами поделиться, чтобы аптечка с правильно собранными препаратами внутри была у вас всегда под рукой. Как же должны храниться лекарственные препараты дома? Ну, во-первых, не делайте из своего дома аптеку. У вас должны быть определенные препараты для определенных заболеваний или определенных ситуаций, которые могут вам помочь на дому. Потому что есть ситуации, в которых не нужно помогать на дому, нужно вызывать скорую или ехать в больницу. Поэтому самолечением заниматься ни в коем случае не нужно. Те препараты, которые находятся дома, они в основном нужны для того, чтобы здесь, в данный момент, ургентно помочь себе или ребенку. Как они должны храниться? Естественно, они должны храниться в недосягаемости рук ребенка. И вы не должны забывать о том, что ребенок растет. Если сейчас шкаф высотой 1 метр для него недоступен, то через какое-то время вы можете быть в другой комнате. Ребенок откроет этот шкаф, увидит там аптечку или, не дай бог, препараты, которые просто накиданы вот так вот. Он возьмет и что-то съест. Вы не будете знать, что. И, конечно же, вам придется вызывать скорую. Это будет стресс и совершенно ненужная ситуация. Поэтому аптечку вы всегда храните на верхних полках. Вы храните ее в какой-то коробке. Есть специальные аптечки, которые продаются в аптеках. Можно заказать на зоне или купить, я не знаю, в торговом центре вашего города, куда вы можете все сложить. Причем эти аптечки обычно делятся по секторам и реально удобны в хранении. Нежели чем это будут какие-то старые коробки неправильного формата, куда будет все навалено. И вам будет не найти, вы будете переживать, что у ребенка поднялась температура, будете все искать и ничего не сможете найти. Поэтому реально удобно приобрести аптечку. Это может быть пластмассовая или коробка из бумаги. Но она идеально подойдет для домашней аптечки. Потому что будут сектора, потому что вы сможете распределить лекарственные препараты, например, по заболеваниям. Например, это ОРВИ или, например, снижение температуры или, например, антигистаминные препараты или от отравления и так далее. Тогда вы сможете быстро найти те препараты, которые у вас есть. И тогда вы сможете четко понять, что препарат, который у вас был, закончился. Потому что отсек пустой, и его нужно пойти и докупить в аптеке. Давайте тогда разберем непосредственно то, что должно быть в домашней аптечке. Начну я, наверное, с самого элементарного. Это пластырь, который реально должен быть всегда дома. Потому что падают дети, потому что падают взрослые, потому что бывают какие-то ссадины, раны, болячки. И для того, чтобы остановить легкое кровотечение, даже это кровотечением ты и не назовешь ссадиной или какой-то разрез, нужен лейкопластырь. Жаропонижающие препараты в основном на основе ибупрофена и детская форма – это свечи. Это легко, быстро всасывается. И не забывайте о том, что все свечи зачастую хранятся в холодильнике. Дальше это антигистаминные препараты, которые помогают при аллергии, отеках и так далее. Детская форма – это капли, взрослая форма – это таблетки. Но имейте в виду, что антигистаминные препараты часто вызывают сонливость. Это хорошо, когда, например, ребенок болеет и таким образом даже хорошо поспит. Но если вы садитесь за руль, то понимаете, что может сонный эффект быть в негативной ситуации, потому что вы просто уснете за рулем. Переходим к следующим препаратам. И это даже не препарат, это непосредственно небулайзер. И им уже не удивить нашего человека, потому что очень часто бывают у детей ларингостенозы, бронхоабструкция. И, конечно, без небулайзера с этой ситуацией не справиться. Но я больше чем уверена, что если в вашей семье это произошло первый раз, то вряд ли вы сможете справиться с небулайзером. И если вы чувствуете, что у ребенка затруднено дыхание, то, естественно, вызывайте скорую помощь. Далее это сосудосуживающие препараты, которые нужны для того, чтобы снять отек, например, заложенность носа. Но имейте в виду, что с сосудосуживающими препаратами нужно быть осторожно. И нельзя просто взять и себе их назначить. Далее это энтеросорбенты, которые нужны при отравлениях. И без них, конечно же, будет не обойтись. После мы переходим к препаратам, которые помогают восстановить водный баланс. Например, тот же самый Ригидрон, Ригидрон Оптима или Ультра. И помните о том, что Ригидрон взрослый не подходит детям. Он может, наоборот, вызвать профузный понос. Поэтому если ребенок отравился, у него есть обильная рвота или диарея, то нужно обязательно использовать тот препарат, который подойдет ребенку по возрасту, и в любом случае восполнять жидкость. Потому что обезвоживание у детей наступает настолько быстро, что вы даже и не заметите. Для промывания носа и для санации носа у вас должна быть либо аквамарис, либо долфин, либо что-то подобное. Перекись водорода, естественно, должна быть в любой аптечке, чтобы обработать рану. Может кто-то упасть, может кто-то порезаться. И сразу перекись водорода у вас под рукой. И, кстати, сразу же здесь скажу о гемостатической губке, которая нужна для обильных кровотечений. Для того, чтобы как раз-таки остановить кровь. Вы прикладываете гемостатическую губку, и таким образом кровотечение останавливается. Но в таком случае, естественно, нужно также вызвать скорую помощь, а не ждать, что что-то произойдет само собой. Ну и, конечно же, это бинт, лейкопластырь, про который я уже говорила. Это средства заживляющие. Здесь вы можете выбрать то, что подходит также для вас. Это может быть и гель-спасатель, или же, например, цикопласт от Лерош-Пазе, или же, например, баниацин, который также лечит и подсушивает. Здесь нужно выбрать, исходя из вашего бюджета, потому что эти препараты действительно разной цены. И на самом деле на этом домашняя аптечка заканчивается, потому что все остальное может навредить вам, потому что вы начнете в стрессе и в панике пичкать ребенка таблетками, каплями, или еще чем-то, и на самом деле сделаете только хуже. Сразу же оговорюсь, то что те препараты, которые вы покупаете, например, на болезни ребенка, ну, например, стандартное ОРВИ, или ОРВИ, которое перешло, например, в гайморит. Там может быть антибиотик, там может быть антигистаминный препарат, может быть солевой раствор. И ребенок выздоровел, вы все это оставили и отправили в аптечку. Это не совсем корректно. Не забывайте пересматривать сроки годности лечебных препаратов, потому что дети могут редко болеть, и это очень круто. И, возможно, препарат был куплен уже на стыке окончания срока годности, и в следующий раз вы подумаете, о, здорово, у меня все есть, а они уже будут просрочены. Потому что лекарственные препараты, просроченные, вы сами понимаете, не могут быть в домашней аптечке. Если вам нравятся мои выпуски, где я делюсь своим опытом и рассказываю, как это внутри моей семьи, обязательно ставьте лайк, чтобы я понимала и записывала еще больше таких подобных выпусков. Кстати говоря, у меня в моей школе доктора Юрьева есть гайд по домашней аптечке, который вы можете всегда приобрести. Но для тех, кто выполнит все три условия, подпишется на канал, включит уведомления и поставит лайк к этому видео, напишет в комментарии условия выполнены, я разыграю 10 чек-листов. Прямо выберу 10 человек и всем отправлю. Они у вас будут под рукой, и вы будете знать, что делать. Поэтому срочно выполняйте условия. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok